Всем добрый вечер, или добрый день у кого-то может быть. Это программа «Всё так». Наталья Ивановна Басовская. Меня зовут Алексей Зверново. У нас сегодня такая великая тема. Екатерина Вторая. Екатерина Вторая, соответственно, великая. Я знаю, что прошла подобная тема на Эйхе, но я хочу подчеркнуть, что это вообще не моё поле, русская история, но я рассматриваю её в контексте западноевропейской истории. Эта дама происходила из Западной Европы раз, и довольно долгое время, до второй половины своего правления, придерживалась европейской политики. Она была в контексте просвещения. Эта дама не вполне абсолютно русская, хотя освоила русский язык, приняла православие, знала языки разные. И всё-таки это особенная правительница. Такие прозвища случайными не бывают. Происхождение у неё было невысокое, а запросы самые высокие. Я даю подзаголовок к этой теме «Между крепостничеством и просвещением». Вот в каких полюсах располагается эта историческая фигура. Это два полюса – крепостничество и просвещение. Огромный диапазон. Что же в ней возобладало? Ответить однозначно непросто. Напомню, гениальный Пушкин, гениальный поэт и очень серьёзный историк, между прочим, в «Капитанской дочке» вывел её как хорошую, положительную фигуру. Она встречает Машу Миронову, сидит в скверике, видите ли, располагается к этой несчастной девушке, что спасает Гринёва от строгого наказания. Что, Пушкин так глубоко заблуждался? Нет, он видел в ней эти два начала и для народа, как в сказке, высветил лучшее. Попробуем разобраться, как оно в ней вообще проявлялось. Было ли оно действенным, это доброе начало. Склонная абсолютно доверять Пушкину, я всё-таки предлагаю промерить, промерить интеллектом, аналитикой, историческими источниками эту фигуру. Происхождение. Не бог весть какое. Софья, Федерико, Августа, Анхальцербская, бедный княжеский род в Германии. В захолустье, в общем. Абсолютное. Много позже Великий Бисмарк скажет, что там находится европейская конюшня. Но у России давние связи с Германией. Именно с Германией. Она тяготела к контактам с Германией. Со времён Петра I, который твёрдой рукой сориентировал русскую историю на контакты с Германией, эти контакты не зыблемы. И вот, когда ей было 16 лет, этой принцессе, не очень-то знатной, в 1745 году её выдают замуж за наследника престола будущего Петра III. Я знаю, что в альтернативной передаче говорили несправедливо забытый, обиженный, незабытый и необиженный один из эпохи Великих Дворцовых Переворотов. Человек, нелишённый исторической инициативы, создал знаменитый указ о вольности дворянства. Настольная книга русского дворянства. Это не пустая фигура, это не пустой шаг, и он совершенно незабытый, не пустой человек. Образование принцессы было очень неплохое. Русский язык, обширный круг чтения иностранной языки, которым она была явно способна. В 1762 году произошёл дворцовый переворот и убийство Петра III, эпоха дворцовых переворотов. Сохранилось покаянное письмо графа Орлова царица матушка прости не уберегли не уберегли знаменитое письмо. На самом деле беру сочинение Сергея Михайловича Соловьёва вот что он пишет о Григории Орлове. Артиллерийский офицер Григорий Орлов был воспитанник сухопутного кадетского корпуса. Нелогично. Артиллерийский офицер и сухопутный кадетский корпус. Превратность судьбы. Участвовал в семилетней войне и резко выдавался из толпы товарищей красотою, силою, молодцеватостью такое понятие немножко устаревшее, общительностью. У него была сильная молодая природа. Орлову было в описываемое время двадцать семь лет. И эта природа требовала сильной деятельности. Например, в возбуждении бунта в защиту обожаемой императрицы. Он обожал ее фактически открыто. А уж о ее любвеобильности можно слагать легенды. Так и так слагают. Слагают. Никому не лень. И находят подтверждение очень любвеобильная дама, в которой женское начало, пожалуй, было равно государственному. Как минимум равно. Итак, умная узурпаторша на троне. Екатерина щедро наградила участников переворота. А ведь это был государственный переворот. Александр Борисович Каменский, который долгие годы работал в РГГУ, у него есть книга о дворцовых переворотах этой эпохи. Очень интересная. И я рекомендую нашим радиослушателям заглянуть. Можно найти в интернете. Она не очень толстая книжка, но очень серьезная, насыщенная. Когда показывали фильм Екатерина Молодая, а у нас был выездной семинар в РГГУ, сосед по комнате сказал, что всю ночь успокаивал Каменского, который увидел несоответствие образа Екатерины, мифологичность в этом фильме. Ну, на то оно художественное произведение. Занятно, что Екатерина обещала бороться с коррупцией, щедро наградила участников переворота, бороться с судейским произволом. Такие прекрасные лозунги. Это еще от просвещения. Не возражала против обсуждения вопроса об установлении ей памятника. При жизни. При жизни. Скромностью эта дама не отличалась. Не возражала против обсуждения. Да. А там, мол, посмотрим. И ведь есть памятник? Есть. И какой в Питере памятник? Есть. И вокруг нее придворные великие люди, которых в ее время было в России очень немало. как чувствовала она быть памятнику. И так и свершилось. Назначила воспитателем малолетнего сына своего Павла графа Панина и его же канцлером. А это человек либеральных взглядов. Это человек просвещенный. Человек эпохи просвещения. Как же у него получился такой Павел самодур и самодержец? Природа. Я думаю, Алексей, природа берет свое. Природа, порченная кровь, с ней не поспоришь. Конечно, Панин пытался внушить ему прогрессивные мысли, но ничего не получилось. При дворе царили честолюбие и фаворитизм. Типичные спутники абсолютизма в либеральных одеждах. Таким был русский двор. Совсем не похожий на более поздние времена. Совершенно другой, совершенно особенный. Воспоминания о Петре Третьем, которого пытаются представить жертвой эпохи, в какой-то мере да, но не вполне. Напомню, это внук Петра Первого, сын Анны Петровны. В 1742 году Елизавета, тетка Петра Третьего, объявила его наследником и обрекла. Обрекла на переворот, на свержение. Наследник при такой даме, как Екатерина, не нужен. В 1745 году состоялся его брак с Екатериной. Он был поклонником Фридриха Второго Великого. Вышел из Семилетней войны и тем спас Фридриха Второго от поражения. Позорно спас, перечеркнул достижения русского воинства. То, что называется чудом Бранденбургского дома, если мне не изменилось. Совершенно точно. Это чудо. И чудо это пришло из России. Поразительно. Его указ о вольности дворянства вписал его в историю. Навсегда. Это существенно. Но позорно вписал вот этот акт выхода из Семилетней войны. Достижения русских войск, победы были перечеркнуты этим диким, безумным решением. Зато Фридрих Второй восславился. И захотел воевать с Данией, насколько я помню. продолжила Семилетняя война, наступил новый этап, пренебрегал русскими обычаями, что укрепляло оппозицию. И убит был сведом Екатерины. Я уже упоминала покаянное письмо графа Орлова. Вот такая эпоха, такие времена она содействовала выдвижению ярких полководцев. В контексте активной внешней политики России это была блестящая плеяда Румянцев, Потемкин, Безбородко, Суворов, Ушаков. Боже, какие имена! Какие имена! Эти блистательные люди обеспечивали России победы и выдвижения ее бесспорные выдвижения в великие европейские державы. Одновременно Екатерина переписывалась с Вольтером и другими энциклопедистами. Платила им щедрые подношения. Не так уж богата была, но щедро платила. Дидро получил приглашение сам Дидро, создатель Великой энциклопедии в Россию. Он стремился убедить ее провести прогрессивные реформы. Не успел. Ушел в утопическое мышление, в утопическую идеологию. Поистине великие времена, поистине великие события, неординарно апогеем либерализма Екатерины было создание комиссии по уложению. Она автор. Она талантливый человек. Придворные в ответ на создание этого документа рассыпались в похвалах, называя ее, например, Семирамида Севера. Как красиво. Ей наверняка нравилось. В голове уже проект памятника, а тут еще Семирамида Севера. Да, как красиво. Итак, комиссия по уложению. В теории это либерализм. А на деле укрепление власти дворянства. Созданный ею наказ либеральный, но на практике укрепление власти помещиков над крестьянами. Это ускорило роковую крестьянскую войну под руководством Пугачева 1773-1775 годов. Не ведаем, что творим. Если провозгласил либеральные реформы, проводи их. А она только провозгласила. Либералов разогнала. Панин в немилости, Радищев в тюрьме, приговорен к смертной казни. замененной ссылкой, где покончил с собой. О, темпоре, о, морес, как сказал бы великий Цицерон. И так... Тоже либерал, кстати. Еще какой. Для древнего Рима придуривался либералом, обличал заговор Катерины, который был ничтожным, раздул, история этого заговора вышел в доспехах, в итоге их удушили в Умертинской тюрьме. В истории многое повторяется. Никогда не повторяется буквально, но сходство некоторых событий производит сильное и удручающее впечатление. Человечество не научается. Как говорил известный историк Лорд Актон, всякая власть развращает человека. Абсолютная власть развращает абсолютно. Это мы и наблюдаем при Екатерине. Восстание Пугачева конечно потрясло императрицу, которой хотелось сделать вид, что все хорошо, но как мне думается, как мне кажется, ее особенно оскорбить должно было то, что мужик Пугачев назвался ее мужем. Она как норовистая лошадь, которую хлестнули вожжами. Она не может это пережить. И начинается подавление восстания и переход к открытой реакции. Укрепить власть сословий жалованная грамота дворянству наша настольная книга либеральную мысль истребить Новикова Шлиссенбург, Новикова Шлиссенбург, родящего смертная казнь заменена ссылкой. Так красиво начавшее соправление оборачивается тем, о чем писал лорд Актон. Абсолютизмом, деспотизмом, оборотной стороной огромной власти. А власть у нее была огромная. С этим ничего не поделаешь. А похоже ведь чем-то на Елизавету, которая тоже хотела поначалу доброту, либерализм, а в результате через 20 лет была совсем Веселая царица была Елизавета. Поет и веселится, порядка только нет. Алексей Константинович Толстой. Как он точно подметил, как замечательно вот эта русскоисторическая мысль, в особенности дореволюционная медиевистика, свободная от догмы идеологической, как точно она подмечала явление русской политической жизни. При Екатерине ведется агрессивная внешняя политика, благо есть кому воевать. Россия участвует в разделах Польши, захватывает Западную Украину, Белоруссию, Литву. В Польше правит ее фаворит Понятовский. Записки Екатерины лживы, роль фаворитов растет. Боже, до каких пределов она дошла. Появляется такая фигура, как Платон Зубов. Страшный человек. Мальчишка. Ничтожество. во власти которого оказывается это вроде бы Великая Женщина. Он помыкает самой Екатериной Великой. В итоге такие вещи не проходят бесследно. Они оставляют какой-то общечеловеческий след. Конец жизни удивительно бесславный. просто страшно говорить. Но придется место памятника. Она умерла слабеющая, болеющая, стареющая, сидя на том, что тогда заменяла унитаз. О, Боже, приходит в голову страшное сравнение. Истории без сравнения нет. с английским королем Ричардом Третьим. Этим отпетым злодеем, который по рассказу Томуса Мора истории Ричарда Третьего именно так встретил свою смерть. Вдруг это Божья кара? Не поручусь. Как человек, не приверженный церкви и церковному учению, не поручусь. Но мысли такие в голову приходят. Так как назвать ее великой? Или с оговорками? Больно бесславные есть страницы. Все-таки я бы назвала. Именно при Екатерине Россия вписана в западноевропейскую политику. Она входит как великая держава в западноевропейские дела. Она действительно великая держава. Кто тут велик? Россия. А ее конец бесславный наверное это высший суд, которому подвержены все люди без исключения. Программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Дурновой, Екатерина Вторая, Великая, про которую, кстати, страшное количество всевозможных то ли мифических, то ли полумифических, то ли правдивых историй, что, мол, вот, Потемкин отбирал фаворитов, что вот были люди, которые специально своих пригожих сыновей отправляли в Петербург ко двору, и Потемкин их специально подальше задвигал, чтобы только не попались на глаза Екатерине, говорят, что вот чем мощнее эпоха, тем мощнее связанные с ней мифы. Какими-то критериями мы не промерили Екатерину, но, пожалуй, есть еще одна фигура, о которой надо сказать особо. фаворит номер один, фаворит фаворитов Григорий Потемкин. Таврический. Таврический. Случайно ли это прозвище? Как актуально это звучит сегодня? Именно при нем присоединение Таврии, Крыма, Севастополя. Этот человек, умевший воевать, не боявшийся лезть в пекло в любой войне, был ею отмечен, конечно, как главный и единственный в своем роде фаворит. Это тоже что-то говорит о Екатерине. Всякие Платоновы и позор это закат ее деятельности. А здесь в расцвете присоединение Таврии. Он таврический. Как актуально это звучит сегодня? Как поразительно? Ну, вообще не вести активную внешнюю политику, имея таких полководцев, которых мы с вами перечисляли, было бы глупо и невозможно. И Россия не стала бы выходить в великие европейские державы именно в западноевропейском контексте. В ее времена это произошло. Каким образом? Наверное, пришло время. Не будем преувеличивать роль личности, даже значительной. Пришло время. Созрела эпоха. Подготовлено было деятельностью Петра I очень многое. Контакты с Германией очень тесные. участие в европейской политике сделали Россию заметнейшей фигурой на европейском горизонте. И вот отсюда этот Таврический. Как не вспомнить сегодняшние события? Как не вспомнить и не сказать еще раз тем обезумелым политикам современным, которые твердят, что Россия никогда не владела Крымом смешно и стыдно. Но такова уж политика. Она с фактами считается мало и плохо. На самом деле именно Потемкин Таврический заложил основы сопротивления центру нападения на Русь мосту через который кочевники обломки Орды приходили. Это было деяние воистину историческое. Сослуга Екатерины здесь в одном. Она правильно выбрала фаворита. В отличие от заката ее жизни. Здесь она выбирала по деловым качествам, доблести, по всему. И в результате Россия бесспорно в европейской политике. Несмотря на страшную неудачу с Фридрихом Вторым, это безумие Петра Третьего, который вывел Россию из войны с Фридрихом Вторым. Несмотря на это, именно деяния князя Потемкина сыграли очень важную роль в том, что Россия встроена. Пришло время. Пришло объективное время. Но субъективно это делается руками людей. И этими людьми в данном случае были Петр Первый. Что там на памятнике Фальконе написано? Что вспоминается Екатерина Великая? Памятник Екатерине стоит, она только думала о нем, а он стоит. Эти люди чувствовали веяние времени, в отличие от злосчастного Петра Третьего, который пытался поперек истории встать, чувствовали веяние времени и соответствовали ему. Поэтому великая она, невеликая, ее деяния очень значительны. Россия созрела для того, чтобы быть частью европейской истории, органической частью, встроенной, естественной, вписанной в европейскую историю и стала. В этом ее бесспорная заслуга, которую никакое время не сотрет. Но интересно, что таково свойство монархии. Выбор наследника величайший вопрос всякой монархической системы. Когда Елизавета выбирала наследника, она делала большой исторический шаг. Когда искали невесту для этого Петра Третьего делали исторические европейские шаги. Россия была готова к тому, чтобы стать европейской державой. Стало ею. Надо сказать, что после Екатерины только большевизм отбросил Россию назад во время Первой мировой войны и в результате Первой мировой войны. А впрочем, в целом она все равно встала в ряд западноевропейских держав. Ориентация на Германию была традиционной. Вот почему участие России в Первой мировой войне было просто противоестественным, странным, ненормальным, говорящим о том, что русская монархия в лице Николая Второго дожила до полного рождения. Этот главнокомандующий, который не умел командовать даже своей семьей, этот несчастный человек, мученик, он вел Россию к погибели, сталкивая ее с Германией. Это ухнется еще раз, это не проходит бесследно, как не проходит бесследно ни одно великое историческое событие. Что ж, мы говорим о великом человеке, но не собираемся сводить историю к роли личности. Великий человек вписывается своими деяниями в великий контекст истории. И Екатерине это удалось. ей удалось стать двигателем руками, мотором великого исторического процесса включения России в число великих держав. Увы, ненадолго. Первая мировая война отбросит ее, и большевизм отбросит ее надолго назад придется завоевывать эти позиции заново ценою, как всегда, немыслимой великого кровопролития, великих революций, переворотов. Что ж поделаешь, такова история, таковы ее уроки. Но вот в этой цепи событий звено, олицетворяемое Екатериной, очень существенное, очень значительное, надо об этом помнить и принимать этого внимания. Если бы она не повела в лучшие годы своего правления Россию по верному пути включения в западную историю, почему я решилась говорить о представителе русской истории? Да потому, что она столь же русская, сколь и нерусская, и по происхождению, и по своей политике, она принадлежит европейской истории в целом. И мне хотелось бы это особенно подчеркнуть, это важно для понимания эпохи. А что может быть интереснее для передачи об истории, нежели понимания эпохи, чем мы с вами сегодня и занимаемся? когда не понимают эпоху, происходит то трагическое, что сегодня случилось на Украине. Это же безумие вычеркивать историю Украины из истории Отечественной войны, из истории России. Вот это неумение слышать и усваивать уроки истории. К сожалению, оно тяжело аукнется украинскому народу, которому я всяко сочувствую. Но это неизбежно. Вставать поперек потока истории дело безнадежное, а они пытаются это сделать. Политиканство страшное явление, которого, кстати, не было у Екатерины, у нашего персонажа, который не случайно называется великим, не будет Порошенко называться великим. Хоть тресней, не будет. Он может себе даже выписать грамоту, удостоверение великого, не поможет не стать ему великим. А ее назвала так сама история. Значит, есть огромная разница, несмотря на трагические страницы. Я начинал с Пушкина и хочу еще раз к нему обратиться. Не мог он случайно сделать Екатерину положительной фигурой повести «Капитанская дочка». Его чутье серьезного историка и гениального поэта подсказало ему, что великой ее назвали не случайно. У него вообще нет таких случайностей. Как он понял Годунова? Вообще исторические произведения Пушкина или история Пугачевского бунта? Он ведь изучал историю Пугачевского бунта по архивам. Допустили его. Я почитала эту историю Пугачевского бунта. Страшное впечатление. «Ты кто такой?» Мужики схватили в степи человека. «Ну, я астроном, звезды изучаю. Ребята, повесьте его повыше, поближе к звездам. Вот он, народный бунт». Бессмысленный и беспощадный. Все оттуда же. Алексей, так естественно, что мы с вами сегодня в контексте Пушкина. По-разному можно подавать программу, посвященную Екатерине. Мы сегодня предложили ракурс, отличающийся от традиционного, я надеюсь, и, надеюсь, нашим радиослушателям интересный. А если они еще и заглянут в книги Александра Борисовича Каменского, им будет очень интересно ознакомиться в целом с эпохой Великих Переворотов. Эпохой знаменательной, незабываемой и значительной в истории России. Я, по-моему, не упоминала, у нас был семинар такой научный, учеба за городом. И показали фильм участникам семинара, художественный фильм Екатерина Молодая. Сосед по комнате сказал, я всю ночь успокаивал Каменского. Он не мог успокоиться. Настолько расходится по его мнению трактовка фильма на художественное произведение. Вроде имеет право. С трактовкой, которую признает он. История и искусство, история и литература всегда находятся в диалоге. В диалоге важном, неприходящем, незабываемом. И понятно, мнение специалиста расходится. Редко приглашают консультанта в фильм, например, наученного консультанта. Потому что он консультирует, а делают наоборот. Эти случаи мне... Со сценарием не совпадают. Все! Ему говорят успокойся, гонорар мы заплатим. Не волнуйся. Мне это известно по знаменитому фильму Памфилова «В огне брода нет». И фильму «Начало» про Жанну Дарк. Величайший специалист по истории Жанны Дарк, Глеб Памфилов, хотел снять вторую часть после фильма «Начало». Помните, какая там Жанна? Дать развернутое полотно истории этой уникальной фигуры. Прошли много инстанций. Везде говорили «Не надо, снимайте только про наших героев, а про иностранцев не надо». Не спасло и то, что она выходит из народа, и то, что он знаменитый режиссер, прославившийся другими фильмами и фильмом «Начало». Ничего не помогало, советская власть здесь стояла насмерть. нас все время патриотически воспитывают, считая, что интерес к истории других народов лишает нас патриотизма. Величайшее заблуждение. Патриотизм не таков и проявляется отнюдь не в этом, а совершенно в другом. Ощущение Родины гораздо важнее, чем слова о ней. Это служение ей, это уважение к ее истории, ее языку. Не случайно события на Украине начались с того, что сопретили русский язык. Боже мой, какая глупость! Как не понимать, что язык это душа нации? И тут начались события. К недопониманию политиканов. Вот такая у нас наука, странная и прекрасная одновременно. Как всякая наука, она имеет свои плюсы, свои слабости, но ее сильные стороны, на мой взгляд, абсолютно превосходят то, что называется слабостью. И потом, когда есть неизученность страницы, значит, много еще впереди. Значит, будет прочитано, будет изучено. Когда-то я в разгаре перестройки по просьбе ректора Фистеха выступила перед его студентами, шла-трясла с физики элита в советское время, студенческая элита, вольномыслие, дрожа, я начала с того, что такое исторический источник. С точки зрения философской исторический источник неисчерпаем. И шум пронесся по аудитории. Ой, думаю, сейчас станут и уйдут. Они достали ручки и записали. Исторический источник неисчерпаем. И жизнь личности. Почему я после многих лет занятия медиавистикой, реальной, конкретной медиавистикой, перешла к исторической биографии? Это тоже неисчерпаемый источник, который в нашей истории недостаточно разработан. Знаменитая энциклопедия Флоренского есть. А дальше только Плутарх. Но сказать мы с Плутархом это было бы просто невозможно. Но мы с Флоренским, я льщу себя надеждой, можем сказать, у него писали очерки лучшие историки его времени. Он заработал огромные гонорары и, как положено русскому интеллигенту, завещал эти деньги сельским школам и библиотекам. Что поразительно. В 1915 году это было исполнено, успели передать эти средства сельским школам и библиотекам. Вот это патриотизм, вот это я понимаю. Стала ли Екатерина наш персонаж патриотом России? Мне кажется, да. Она приняла ее всей кровью, всем нутром, и бы у себя в Германии она была бы никчемной, ничтожной фигурой. Здесь она стала великой и приняла Россию нутром. патриотизм это или как, я не знаю, называть можно по-разному. Она стала истинно российской императрицей. Не знаем мы ее как Екатерину Алексеевну, при том, что у нее не было отца по имени Алексей. Конечно. Отца звали по-другому, но с отчеством, что называется. Это русская история, и она стала органичной частью русской истории. Конечно, ее отношение к наследнику Павлу Первому было очень жестоким. Она лишила его возможности воспитываться при дворе, правила его в Гатчину и так далее. Но она видела, ощущала, что он не может стать русским правителем таким, каким ей хотелось бы. Он им быть не может. он другой, он слабый. И в итоге, как всегда при монархии, проблема наследника. А кто же унаследует ее величие? А стал ли таким Александр Первый? Полагаю, да. Все-таки на белом коне по Парижу это не пустяк. Но, конечно, по-настоящему великим. Считаю Александра Второго. Сегодня так нас перенесло в русскую историю этого великого реформатора. Цари, русские цари и реформы, как правило, не уживаются. А он сумел это сделать, мы это сделали. И тем можно гордиться тоже. Есть в русской истории очень много достойных страниц. И это мы называем патриотизмом. Большое спасибо, Наталья Ивановна Басовская, Екатерина Великая. У нас сегодня была тема и с нами провела этот час. Алексей Дурновой и программа «Все так». Большое спасибо. Спасибо.